Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию на основе лососевой мушки связать уловистый стример для поимки окуня, щуки, судака. Вязать мы его будем на тройничке. Также желательно подобрать так, чтобы было удлиненное цевьё. Материалы нам необходимы минимальное количество. В основном это будут использоваться остатки перьев. Вначале мы произведем огрузочку свинцом. Практически две трети надо огрузить. Вот такого типа приманку можно использовать для заброса спиннингом чебурашкой. Или же каролина, или же техасская оснастка. В зависимости от огрузки вы можете обловить практически весь горизонт рыбы. Нахлостовый вариант точно так же можно и огружать, и не огружать. Нет, куда водим почти до загиба. Грузим свинцом. Не доходим до колечка. Убираем остатки свинца. Подравниваем. И промотаем. Чтобы не выполнять несколько раз проход по свинцу с материалом туда-обратно, я обычно здесь же начинаю крепить материалы, которые, допустим, мне понадобятся. В частности, хвостик у этого стримера я буду изготавливать. Вот у меня имеются вот такие куриные перышки. Я из них подберу три приблизительно одинаковые по размерам и по загибу. И сейчас мы с вами их закрепим. Перья необходимо уложить так, чтобы они своим изгибом шли наверх. Тогда при проводке у нас будет своеобразная пульсация. Длину вы уже подберете для себя экспериментально. В каждый из вот таких загибов, где жало, мы с вами закрепим по перышку. Так, чтобы они были все у нас равной длины. Стараемся, чтобы наше перо не уходило ни влево, ни вправо. Поэтому для более качественного крепления я и не убираю опушку, которая тоже нам пригодится при создании тела. Вот приблизительно, сейчас мы закрепим еще одно перышко, подровняем. Вот приблизительно вот так должен выглядеть наш хвостик. Если у вас по каким-либо причинам нет в наличии, допустим, пера, вот такого, как использую я, можно использовать любое куриное перо. Главное, чтобы вы подобрали себе его по размерам, по длине. Чтобы подходило вот так хотя бы до какой-то симметрии. И теперь здесь же я креплю для сегментации вот такой кусочек золотистого люрекса. Если мы будем обматывать золотой стороной, значит ее нужно крепить вниз, так как при развороте она у нас окажется сверху. Если серебряной, наоборот. Закрепили, пока еще все окончательно не закрепим. И я подготовил обыкновенную вот такую синтетическую нить, которая, в принципе-то, почти как ровница Юнифлос, из которой я буду изготавливать свое тело. Закрепили. И теперь в этом месте, так как мы уже возвращаться не будем, я добавлю 2-3, сколько вот у меня по остаткам наберется сейчас, блестящих элементов в наш хвостик. Следим за тем, чтобы наша ниточка не порвалась. Добавили. Если люрекс непослушный, ничего страшного, он при намокании потом, как вот у меня, он встанет на свое положенное место. Закрепили, подхватили. И теперь мы можем окончательно уже формировать наше тело, по которому будем выполнять обмоточку нашим. Я промотал тело нашей ниткой-ровницей. Напомню вам, что это обыкновенная синтетическая нить, которая имеет очень-очень-очень много мелких волокон, очень удачно подходит для формирования тела. Для того, чтобы в данный момент мой люрекс не сильно скользил, я добавлю немножечко, вот так вот, пару капель лака. Лаком сильно покрывать не надо, потому что в этом нет необходимости. И я золотой стороной вверх сперва делаю один полный оборот у жала. Вот так. И потом с ровным шагом начинаю производить обмотку нашего тела. Сколько выйдет? Четыре, пять. Я чисто оптически для себя, как меня, допустим, будет устраивать количество оборотов. Столько я и стараюсь сделать. Стандартов здесь я не соблюдаю никаких. Закрепили наш люрекс. Остатки отрезали. Для крепления опушки я подготовил вот такое перо Гризли. Если по каким-либо причинам у вас такого пера нет, можно использовать любое куриное перо, потому что мушка у нас мокрая, и здесь несущественно качество нашего пера. Добавлю немножечко клея на место крепления и промотаю еще хорошо люрекс. Вот так промотали. Проклеили. Сразу закрепим перышко. Очень удачная приманка по судаку. Если использовать соответствующую огрузку, также, если выполнить эту приманку, допустим, в меньших габаритах, спокойно можно цеплять до кастмастера, до любой блесны, которая вам заблагорассудится, как дополнительная приманка. В вертушках не зря я делаю опушку, в зависимости от, какие использую я крючки. Стараюсь как можно пышнее делать опушку. Очень даже повышает уловистость. И сделаем пару-тройку оборотов, чтобы придать здесь привлекательность. Уводим бородочки. Очень много рыбаков не используют возможности тирольских палочек, что не совсем хорошо сказывается и результативно на рыбалке. Все мелководья, которые имеются, можно спокойно обловить всеми нахлыстовыми мушками, которые имеются в наличии. Используя только маховое удилище, не обязательно иметь спиннинг, для того, чтобы доставить эту мушку к месту нахождения рыбы. И теперь я здесь закрепляю весь материал и делаю завершающий узел. какой-то выдающейся головки здесь я не изготавливаю. Вот так. Так как головка меня не устраивает белым цветом, я подкрашу немножко нитку и сформирую ее черным цветом. делаем завершающий узел и головку покрываем лаком. Наша приманочка уловистая готова к рыбалке. вот как вы видите, довольно-таки привлекательный, объемный вид. Перышки наши при намокании, попадании в воду будут создавать вот такой иллюзионный хвостик. А пушечка будет играть, привлекая рыбу. Удачной вам рыбалки! Благодарю за внимание! До скорых встреч! КОНЕЦ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...